Весна. Пригревает солнышко. Настроение улучшается. Расцветают улыбки на лицах. С наступлением жарких дней мы надеваем легкие платья, открытую одежду, беззаботно подставляя лицо и руки солнцу, ведь мы так соскучились по теплу. Но потом вдруг замечаем, что на коже лица, рук появляются веснушки и более заметные и нервирующие нас пигментные пятна. Если с веснушками можно смириться, они чаще всего украшают девушек, то от пигментных пятен все же хочется избавиться. Как это сделать с помощью рецептов народной медицины, подскажем вам сегодня. Но сначала разберемся, почему они появляются. Откуда берутся пигментные пятна на лице? Причин появления пигментных пятен несколько. В летний сезон они появляются под воздействием солнечных лучей, когда клетки меланоциты, отвечающие за окрашивание кожи в темный цвет, концентрируются в тех местах, куда чаще всего попадает ультрафиолет. На лице, на руках, на плечах. Поэтому находиться на солнце долгое время нежелательно. Также появление темных пятен на коже может быть обусловлено недостатком в нашем организме меланина, заболеваниями ЖКТ, почек, печени, дисбалансом выработки гормонов, щитовидной железы. Пигментные пятна могут быть вызваны аллергической реакцией на некачественную или просроченную косметику. Во всех этих случаях обязательно обращаемся к дерматологу, чтобы исследовать причины и своевременно начать лечение, если это нужно. Если была сильная угревая сыпь, то на местах кожных высыпаний тоже могут появиться пятна розового или красного цвета. Еще одной причиной пигментации кожи могут быть наследственные факторы. Здесь не помогут народные средства, да и лечение вряд ли будет эффективным, разве что оперативное вмешательство. И еще усиленная пигментация кожи в виде пятен, темных или наоборот, осветленных, часто проявляется в преклонном возрасте. Народные средства против пигментации кожи. Мы с вами помним, что сначала нужно выяснить причину, по которой появились пигментные пятна. Поэтому сначала отправляемся к врачу и обследуем наш организм. Если появились они вследствие избыточной порции ультрафиолетового излучения, можно избавиться от пятен с помощью рецептов народной медицины. 10 лучших средств мы предлагаем в нашей подборке. Первое. Лук с яблочным уксусом. Делаем маску из репчатого лука, смешанного с натуральным яблочным уксусом. Луковицу мелко нарезать или натереть на терке, потом завернуть в кусочек марли и отжать луковый сок в емкость. Туда же наливаем яблочный уксус. Соотношение лука и уксуса один к двум. Перемешивая, мы наносим смесь на те участки кожи, которые беспокоят нас темным цветом, не задевая слизистые и область вокруг глаз. Луковый сок в сочетании с уксусом помогает осветлить и очистить кожу. Пигментные пятна сначала станут более светлыми, а потом и совсем незаметными. Но стоит набраться терпения. Процесс этот может продолжаться в течение нескольких недель. Второе. Петрушка. У целебного и полезного растения можно использовать и листья, и стебли, и корни. Все части петрушки годятся для борьбы с пигментными пятнами. Снова беремся за нож. Нарезая листья и корни как можно мельче. Можно использовать блендер или мясорубку. Так будет даже эффективнее. Накладываем кашицу из петрушки на салфетку и прижимаем к пигментным пятнам. Маску держим в течение 30 минут. Затем смываем все теплой водой. Очищающий эффект будет заметен через несколько недель. Третье. Творог. Берем в магазине творог не самой низкой жирности. Чем жирнее, тем лучше. Понадобится примерно половина стандартной пачки. Добавляем в творог одну столовую ложку перекиси водорода и хорошенько перемешиваем. После этого наносим смесь на пигментное пятно и аккуратно, но с нажимом, массирующими движениями, обрабатываем его в течение 15 минут. Повторяем процедуру ежедневно до получения нужного эффекта. Творог питает кожу, а перекись отбеливает потемневший участок. Результатом будет чистое и помолодевшее лицо безо всяких потемнений на коже. Четвертое. Свежий огурец. Огуречная маска – самое, пожалуй, известное и традиционное средство отбеливания и увлажнения кожи. Все очень просто. Во время приготовления овощного салата огуречные попки обычно в ход не идут. Но мы их будем использовать в качестве маски на лицо. Не обязательно обкладываться огурцами и лежать по несколько минут, чтобы повысить эффективность. Достаточно просто протереть огурцом лицо, делая упор на пигментных пятнах. Умываться после этого не нужно. Оставшийся на коже сок тоже полезен. Пятое. Кисломолочные продукты. Кефир, ряженка, простокваша – все это продукты отлично отбеливающие и тонизирующие кожу. Даже если они залежались на полке холодильника и срок их годности истек пару дней назад, не стоит выбрасывать их. Смачиваем тканевую салфетку прокисшим кефиром или другой кисломолочной продукцией. Накладываем на места, где появились пигментные пятна. Держим около 15 минут. Если пятна на лице, можно сделать общую кефирную маску. Вреда не будет. Если времени совсем нет, достаточно просто протереть салфеткой, смоченной в кефире, лицо, руки и те места, где появились пятна. Отбеливающий и тонизирующий эффект гарантирован. Солодка. Солодка эффективно борется с потемневшими участками кожи, отбеливая их. Лучше всего взять в аптеке экстракт солодки, в нем активное вещество более сконцентрировано, поэтому результата достигнуть можно быстрее. Обмакиваем ватную палочку в экстракт и наносим точечно на пигментные пятна, чтобы вся поверхность их была обработана препаратом. Смывать экстракт нет необходимости. Он безвреден для кожи, она не пересыхает и даже смягчается. Экстракт солодки нужно использовать как минимум в течение полутора месяцев, чтобы пятна исчезли без следа. Для избавления от темных пятен на коже применяем отбеливающую маску с касторовым маслом. Для изготовления понадобятся 1 столовая ложка касторового масла, 1 столовая ложка меда, 1 чайная ложка вазелина, 3 капли йода, 10 капель любых поливитаминов. Мед разогреваем на паровой бане, добавляем туда касторовое масло и вазелин, перемешиваем, капаем оставшиеся ингредиенты. Еще раз перемешиваем и накрываем крышкой на 3 минуты. После этого распределяем массу равномерно на лице, оставляем маску на 20 минут. Затем смываем и умываемся теплым молоком. Еще один рецепт с касторкой более простой и быстрый. Берем 1 чайную ложку касторового масла, заранее подогретого. Наносим на ватный диск и этот диск кладем на места пигментации. Сверху желательно положить полотенце, чтобы сохранить тепло. Такой компресс можно использовать всего раз в неделю, в течение полутора-двух месяцев. Восьмое. Бодяга. Бодяга-порошок, изготовленный из высушенных и измельченных частиц пресноводной губки. Средство продается в аптеках, и его часто рекомендуют для быстрого избавления от кровоподтеков. А мы будем с помощью маски и порошка бодяги удалять пигментные пятна. Но средство это сильное, и его не рекомендуется применять беременным женщинам, детям до 12 лет и людям с нежной тонкой кожей и близко расположенными к поверхности кровеносными сосудами. Если нет противопоказаний, можно просто развести порошок бодяги в воде, чтобы получилась кашицеобразная масса, и нанести ее на пигментированные области на 10 минут, после чего смыть. При повторной процедуре увеличиваем время, и так до 15 минут. Маску с бодягой делаем так. В пропорции один к одному смешиваем порошок с белой глиной, добавляем 50 грамм сливок и немного рисовой муки, чтобы получилось кашице. Наносим только на пигментные пятна, не трогая чистые участки кожи. Маску делаем раз в неделю, в это время стараемся не бывать на солнце и отказываемся от посещения солярия. Девятое. Лимон. Отбеливающая маска из лимона помогает осветлить пигментные пятна, придает коже упругость, эластичность, мягкость, омолаживает ее. Выжимаем сок половины лимона, смешиваем с полутора столовых ложек сметаны, подогреваем смесь на паровой бане. Затем наносим с помощью салфетки на кожу и оставляем на 5-15 минут. После этого смываем состав и увлажняем кожу кремом. Не забываем, что цитрус может вызвать аллергию, поэтому сначала проводим тест, капнув лимонный сок на локтевой сгиб. Если кожа покраснела и стала чесаться, от этого рецепта лучше отказаться. И десятое. Алоэ. С уникальным биостимулятором, регенерирующим тканей, все просто. От алоэ отделяем нижний лист, разрезаем его вдоль и протираем пигментные пятна два раза в день. Эффект будет виден уже через неделю. Второй способ – смешать сок алоэ с отваром шалфея и заморозить в формочках для льда. Протирать лицо целебными кубиками каждое утро во время умывания. Друзья, если ролик был полезным, дайте нам об этом знать в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну а мы желаем вам крепкого здоровья и отличного настроения. Субтитры создавал DimaTorzok